У меня стресс огромный. Причин очень много. Сейчас попробую рассказать. Ну, сначала... Сколько нас там? Потому что я этого пока не вижу. Нас очень много. 26 человек пока, 27 уже. Вот сначала я хотел сказать, здравствуйте, день добрый, или как там, добрый вечер. И почему у меня стресс огромный, и почему у меня... И какие у меня проблемы. Вот я только что со школы приехал. У нас сегодня школу закрыли. Просто через этот вирус у нас больные. Дети уже уехали дома, и школа не работает. С понедельника будем... Нет, ну, завтра уже будем работать дистанционно. И вот такая толпа разных дел была, что я с языком просто, ну, до пояса приехал, ну, уже лучше. Ребята, прошу прощения, если у меня будут проблемы с русским языком. Я уже очень давно не говорил по-русски, так сразу извиняюсь и за ударение. И если там слова забуду, ну, так помогите, пожалуйста. Мы не будем, как я знаю, переводить на другие языка. Но знаю, что есть тоже ребята из Польши, есть ребята из Украины, конечно. Есть ребята из России, из Армении, из Чехии, со Словакии. Так, ну, одно хорошее, что нам после советских времен осталось, это язык, которым с половиной мира можно разговаривать друг с другом. Вот я где-то полтора часа буду, ну, если надо, конечно, так и больше, буду пробовать рассказывать вам по темам, а которых, ну, насчет, ну, насчет помощи дидактичных для невидомых кедыщ и дзисяль, czyli на учебные пособия для слепых тогда и сегодня. С некоторыми мы знакомые, с некоторыми, ну, сейчас познакомимся. Конечно, удобнее бы было где-то в ресторанчике посидеть, кофе попить, ну, общаться нормально друг с другом. Ну, бог мой, так случилось, что, слава богу, что этот интернет есть. Если будут у вас какие-нибудь вопросы, так не стесняйтесь, но, думаю, будем делать так, как прежде у Валентины Антоновны, что вопросы потом будут. Или как думаете? Я думаю, что лучше мы будем подводить итог в конце. Кто самые у нас терпеливые останутся, мы с теми обсудим. Но думаю, что сегодня все заинтересованные люди собрались и уже полчаса мы перед этим общались, и много вопросов, и очень много вопросов тех, в которых ты бы мог нам помочь. Поэтому мы с удовольствием послушаем сегодня и вопросы все, и предложения, может, обмен опытом в конце. Хорошо. А может, сначала у кого-нибудь есть какие-то вопросы? У нас слишком много, 30 человек. Если мы выслушаем вопросы, то мы не послушаем твою лекцию. Я думаю, в чате пусть записывают в чат. Если сейчас уже есть вопросы и какие-то пожелания, пожалуйста, в чат записывайте, и мы посмотрим, и в конце все это обсудим. А, Валентина, ты будешь записывать? Уже запись идет. А, ну супер. Ну так начинаем. Я сейчас где-то включить. Секундочку еще. Все, теперь нормально все видно? Да, да, да. Все в порядке. Можно листать, да. А теперь? Нормально видно? Да. Вот так сначала начнем от этого, откуда я, кем я. Потому что с некоторыми мы знакомы, некоторые из вас были у нас в школе в Винсках, а некоторые, дай бог, будут. Мы откровенно приглашаем, ну пусть только эта дурнота с ковидом окончится. Я учитель. Я работаю в школе для незрячих уже около там 40 лет. Моя школа, это школе 75 лет в тот год, она не такая старая и не такая знаменитая, как, допустим, Харковская школа, Берлинская школа, Венская или другие в Европе. Ну, в каждой школе, в каждом месте, где учатся незрячие, есть что-то интересного. Моя школа, она небольшая. Она находится в деревне, вот на снимке мы видим, это старый монастырь. Вопрос, Валентина Антоновна, вам. Есть между нами люди незрячие? Есть. Анна Фадеева и, по-моему, из Польши участник тоже один есть незрячий по фотографии. Так, давайте, чтобы все по законам и нормам было. Так я хотя два-три слова всегда на этого, что показываю на фотографиях. Да, вот здесь мы видим одна крупная фотография, где из птичьего полета мы видим здание нашей школы. Там есть храм, есть и прекрасный огород и пространство вокруг этой школы. А слева на трех снимках мы видим виды нашей школы ночью, потом вниз другой вид школы, парка, тоже ночью, ну, уже из земли сделан. И третий вид – это маленький мост, который на нашем озере, который там есть в пространстве, находится. Вот снимка этой же школы, этого места, не школы, с года 1840-го. Вот в это время еще монашек уже не было, потому что самые здания, они очень старые. Им около 800 лет до 1840-х лет, извините, здесь жили монашки. Потом была, не люблю этого слова, другого забыл, была психушка. А во время Второй мировой войны здесь была школа СС и был филиал концлагера Грозросн. Место страшное. Место, история просто, о самой истории этого места очень долго-долго можно рассказывать. Ну, не на сегодня эта тема. Вот эта же самая картинка, ну, уже в красках здесь мы видим старые представления. Это не фотография, это рисунок. И не с птичьего полета, но из земли видно храм и на здание бывшего монастыря. Вот три снимки, они были сделаны три года тому назад. Это последний ремонт зданий нашей школы. На этих снимках мы видим то, что археологи там делали. Ремонт должен быть не больше, чем полгода. Длился где-то около два. Потому что археологи нашли огромное количество очень интересных и мест, и вещей, которые там были. И вот только так хотел похвастаться, что как придете к нам, так теперь все отлично выглядывает. А представьте себе, школа для слепых детей почти два года. Вот в таком бардаке, извините, ребята учились, ребята ходили в школу, спали, жили. Следующая снимка, это снимка из места, где теперь наша столовая. Но здесь делают, красят уже и гипсом делают штукатурку. А направо старинный пол, он из кирпича. Этому полу, знаете, больше, чем 500 лет. Вот он как раз находится рядом с места, где мой тифологический музей. Представьте себе, что по этих кирпичах сотни лет тому назад босиком ходили наши монашки. Теперь, конечно, кирпича уже нету, есть мрамор красивый. Ну, этот кирпич остался где-то полтора метра ниже. О, вот теперь на снимке мы видим, как выглядывают эти коридоры, где этот кирпич, только что я показывал. Уже окончена работа. Вот теперь первый этаж нашей школы, школы-интерната, он выглядывает как в 17-м столетии, когда здесь уже монашек не было, а немцы сделали психиатрические... Как будет психушка нормальная? Вал, не слышу. Психушка как будет нормальная? Психиатрическая больница. А, да, психиатрическая больница. И вот уже дети, родители на наших коридорах. Вот это с начала этого школьного года. Там толпа огромная, детей очень много. Ну, теперь около где-то 200 детей. Ну, не 200, 180 с чем-то. И они у нас до сегодня были. А сегодня после обеда насчет этого вируса просто уехали. Марек, сразу раз мы говорим о школе, был задан вопрос в чате. С какого возраста вы принимаете детей в школу? Ваши в школе. В 7 лет. Ну, мы с незрячими детьми работаем уже, как мама или папа узнают, что у них родился незрячий ребенок. Так мы ездим дома. Мы помогаем им и в детских садиках, где они... А потом некоторые попадают в нашу школу. Следующая картинка. Их уже немного. Еще 2-3 штуки. И перейдем уже конкретно к теме. Вот на главной снимке мы видим открытие школьного года в прошлом году. Ну, там не все дети, конечно, на этой снимке. Это вид не из птичьего полета, а просто с окна третьего этажа нашей школы. А с левой стороны 3 маленькие снимки, где тоже показываем наши дети и в парке, и где-то на экскурсии, и на каком-то пикнике. Вот снова обычные снимки наших обычных детей. И в школе, и в интернате, и в парке. Ну, вот так. Чтобы показать, что не имеет значения национальность. Дети, они везде такие самые. Вот уже взрослые дети, которые наши... Ваши выпускники. У нас матужищи. На главной снимке, а с левой стороны... Вот дети, там, 2 девушки, они выпускницы нашей школы. А с левой, конечно, все дети незрячие. А слева, налево от этих девушек, мой бывший ученик, теперь уже профессор, который, как пример, часто приезжает к нам, чтобы показать, что можно быть незрячим. И могут быть у незрячего человека обычные успехи. И последняя снимка, это снимки нашего парка. Это старая снимка, ей где-то 4-5 лет, так зелени уже намного больше, растений, цветов. Ну, грубо так это все выглядывает. А с левой стороны 3 снимочки, на которых дети играют на разных приборах в нашем парке. И последняя снимка, вид с птичьего полета, центра нашей школы-интерната. Все, вот это окончилось. А теперь перейдем уже к нашей презентации. И теперь снова, думаю, надо подключить это. Это закроем. Извините, там кто-то пишет в чате, но мне сложно теперь, если ко мне это написано. Марек, не обращай внимания на чат, с чатом мы разберемся. Хорошо. Ну так, поехали. Секундочку. Я уже вижу. Что я плохо сделал? Нет, я уже вижу рамку. Я хотел сделать. Наверное, для рисования. Я хотел сделать, чтобы уже нормально показывать. У всех хорошо видно? О, есть, работает. Вот, ребята, сейчас будет, ну, где-то около 100 разных снимок. У меня есть и фильмы, но я боюсь, что всего мы, может, не успеем. У меня 100 разных снимок, и по очереди я буду вам показывать и буду рассказывать. Вот, потому что я хотел сегодня взять вас на небольшую экскурсию. Я хотел взять вас на небольшую экскурсию в разные места Европы и мира, где можно найти интересные вещи, которые в свое время были приборами, которые помогали незрячим учиться. Вот, мы теперь обращаем внимание только на все эти электронные устройства, на компьютера, на эти айфоны, мобильники, на все это, что для нас, а правду сказать, и для наших детей незрячих, они важные. И хорошо, что они есть. Ну, часто учителя говорят, ну, такие обычные предметы, которые могут помогать незрячим. Книжки какие, или картинки какие-нибудь. Ну, этого просто нету. И правду сказать нету. Или очень мало. А если есть, так часто они некачественные, они плохо сделаны, они сделаны для денег, а не для этого, чтобы незрячему было легче учиться, свободно ними ползываться. Так, давайте пойдем на маленькую экскурсию. Мы увидим, какая толпа интересных приборов, которые помогали незрячим учиться, была 100, 200, 250 лет тому назад. А потом попробуйте сравнить, что у нас теперь в школах, а что было раньше. Вот на первой картинке мы видим, ну, какой-то, это снимок, правда, на этом снимке не видно, что там есть. Ну, доверяйте. Это письмо, которое написал молодой Льюис Брайл, директору школы для слепых в Вене, Вильяму Клайну. Вот молодой Брайл пишет это письмо, это оригинал, он у меня был в руках, я вынял из-за этого стекла, и вот у меня было счастье положить руки на буквах, которые писал сам молодой Льюис Брайл. И он пишет, что придумал идею такого шеститочия, письма, которые будут полезны незрячим. Ученик, представьте себе, пишет к директору, к самой знаменитой в это время в Европе персоне, директору школы для незрячих. Он пишет, вот я такое придумал, а вот следующая картинка. Вот моя подруга Алина, она держит копию ответа, который знаменитый директор написал молодому Льюису Брайлю. Представьте себе снова, вот директор такой школы отвечает какому-то там пацану, который что-то там придумал. И вот он пишет, короче можно перевести, уважаемый сэр, огромное спасибо вам за письмо. Я радуюсь, что вы ходите в храм, что вы верующие, что помогаете родителям, что учитесь. Ну, перестаньте заниматься идеей этих точек, потому что вот такое письмо, вот такой шрифт никогда никому нужен не будет. Вот представьте себе, ошибился знаменитый тыфлопедагог насчет молодого человека. Без этого письма не было бы ничего. Ну, представьте себе, это год 1840. В эти годы, можно сказать, что в Европе, ну, несколько раньше, в Европе начали учить незрячих по-разному. Ну, еще 60 лет позже в мире, в Европе, вот незрячие жили так. Посмотрите, это фотография, это начало 19-го столетия. Это фотография незрячей женщины, ну, как раз фотография со Штатов. У нее на, ну, на нее номер из металла, а пониже написано на каком-то листке, написано бланк, незрячий. Вот только так одета, она могла милости просить, законно. И могла, это было разрешено, что такие незрячие, вот могли так заработать. Просто встать на улицах, и это город не имел значения. Это же самое было в Париже, это самое было в Берлине. Вот, представьте себе, конечно, в Вене, в Праге. На следующей фотографии мы увидим с левой стороны вот металлическую банку. На этой банке написано «Fürde Blindenbögen». Значит, здесь там официальное устройство, как это, банка из металла, до которой незрячий мог собирать деньги, которые люди ему давали, чтобы это было законно. Здесь, на этих банках всегда была еще пломба, потому что налоговая инспекция, она уже была. И вот незрячий мог эти деньги взять себе, но не все. Там какой-то процент он должен отдать каждый, отдавать каждый день в налоговую инспекцию. Это было в Берлине, это было в Вене, это было в Праге. А с правой стороны, на второй фотографии, которая здесь, это снимка человека, который родился в Праге. Я специально его здесь положил, потому что... Эту снимку здесь положил? Да, положил. Потому что этот человек родился где-то в Праге, никто не имеет сказать конкретно где и с какой матери. Вот мать новорожденным бросила его у монашек в Праге. Он у них был воспитыван, потом они его учили. Они дали ему фамилию Гликауф. И под этой фамилией он жил очень много лет в Праге и работал. Ну, это был огромный человек, ему было почти два метра. И он играл на трубе, вот на этой трубе, которая у него в руках. Ходил по городу, заработывал. Вот другого выхода не было. Или милости просить, или заработывал. Вот эту трубу можно найти. Она до сих пор лежит в городе Брно, в музее для незрячих. И у меня было счастье, что я эту трубу взял в руки и, ну, тоже пробовал поиграть на неё. Скажите, какие это приборы, которые помогали незрячим? Они в это время как-то помогали. Давайте посмотрим дальше, потому что я показываю Германию, показываю там Францию, Вену. А не показываю Украину. Вот посмотрите здесь, две картинки. На этих картинках, слева и справа, это оригинальные фотографии. Это фотографии лирников. Вот это происходило только на Украине. В таком количестве. Вот эти незрячие, обратите внимание, всегда есть незрячий у него в руках лиря, он незрячий, а рядом. Или девушка, или какой-то парень. Это поводырья. Если можно, кто-то говорит. Алло. О, хорошо. Вот. Литература украинская, научная литература пишет, что было время. Конечно, это конец 18-го, начало 19-го столетия, где по Украине, была и заработывала, вот в виде такой работы, как мы здесь видим, где-то около 500 до 700 незрячих лирников. Следующая фотография. Обратите внимание, снова есть незрячий лирник и незрячий поводыр. И еще. Вот таких снимок есть у меня очень много, потому что не было страны в мире, где бы общество незрячих не придумало такой идеи, как не милости просить, а работать. Кто-то скажет, ну, правда, какая это работа, ведь он просто, ну, милости просил в таком виде. Нет, он работал, потому что он приносил деньги, еду, то, что получал, это было не за вытянутую руку, а просто за его песни, за истории, которые я рассказывал. Давайте оставим незрячих, обратите внимание, я не говорю о плохо зрячих, потому что в это время, в 18-е, 19-е столетия, никто не обращал внимания на таких людей, как, допустим, я. Если я эти очки сниму, ну, так, конечно, ну, я вижу, что передо мной там экран какой-то, ну, уже кто, что, где, я не вижу. Я по нормам плохо зрячий. В это время никто не обращал внимания на плохо зрячих. Ну, уже были люди, которые начали думать, как помочь незрячим. Сегодня тоже очень много в мире таких людей, очень много, и в обычных школах, в школах для незрячих, в разных фондах. Если бы так сказать, можно бы их сотнями считать. Ну, я хотел показать несколько фотографий людей, которые что-то сделали, серьезного сделали для незрячих. Вы скажете, а почему ты этих показал, а еще есть, и начнете рассказывать. Вот этого ты не показал, этого не показал. Да, всех просто и возможностей нету, чтобы показать. Знаете, я посчитал в моих архивах где-то 117 серьезных фотографий, серьезных людей, которые очень много интересного сделали для незрячих в мире, ну, тоже в Европе. Ну, начнем с Украины. Здесь фотография, если бы я вас спросил насчет глухонезрячих, ну, так все скажут, Хелен Келлер. Ну, правда, да, это знаменитая глухонезрячая. Ну, мало кто знает, что была Анна Скороходова, что был знаменитый итальянский. Мы видим их на этой фотографии. Это украинский учитель, ученый, который работал с глухонезрячей. Я очень советую книги их почитать. Они доступны на русском языке, думаю, на украинском тоже. Давайте пойдем чуть дальше. С левой стороны фотография. Этот человек, это Аугуст Цойне, немецкий директор первой в Германии школы для незрячих. Мы потом увидим, какие приборы он придумывал для незрячих. А с правой стороны мы видим, это Аугуст Клайн. Говорят, что это отец незрячих. Человек, который, ну, работал, был директором знаменитого Венского института для незрячих. Очень знаменитая персона. Смотрим дальше. С левой стороны Алоис Клар, человек, который сделал первую в Праге школу для незрячих. А с правой стороны Константин Константинович Грот, знаменитый тифло-педагог, который в России, еще в царской России, работал с детьми незрячими. И каждая персона, которую я здесь показываю, это история. Это просто днями можно рассказывать о их идеях, их работе, об этом, что они там придумывали. Давайте смотрим дальше. С правой стороны знаменитый Валентин Гауи. А с левой стороны, вот своеобразная фотография, это Мартин Кунц. Человек, который первый начал делать тифлографики для незрячих. Вот скажите, ну, самые мужчины. Ну нет, не только. Посмотрим здесь. С левой стороны на фотографии знаменитая Анна Адлер. Вот она первая в России начала печатать книги. Сначала линейным шрифтом, потом шрифтом Клайна, а потом уже Брайлевским шрифтом. Она издала первую для незрячих азбуку кириллицой. А с правой стороны Мария Терезия фон Парадайс, дочка австрийской графини. Вот скажите, ну как, все эти люди обычные, а здесь дочка еще, ну, если дочка графини, так она тоже же графиня. Да, правда, но она была незрячая. О нее можно тоже рассказывать днями, потому что история ее жизни так интересная, что все эти сериали, которые мы смотрим, просто там и 10% таких эмоций нету, как в жизни этой женщины. Давайте посмотрим на этот стол. Мы уже оставим этих, которые 100, 150, 200 лет тому назад ушли от нас. Вот этот стол. На столе приборы, которые помогают незрячим. Ну, что мы здесь видим? Ну, трости. Видим повязки на руку. На повязках, на повязках, желтых повязках, три точки. Это символ, что я незрячий. Это как раз стол с какой-то конференции в Германии. У нас, в нашей части Европы, эти повязки не приняты. Они вот пробовали после войны, чтобы они у нас тоже были, ну, там такие ассоциации с концлагерями, что просто это не принялось. Ну, смотрите, на этом столе белые трости. Почти ничего больше я там тоже не вижу. Давайте посмотрим дальше. О, снова приборы для незрячих. Лупы. Какие-то говорящие часы. Какие-то термометрии говорящие. И ничего больше. Посмотрим дальше. А что мы здесь видим? Приборы для незрячих. Вот линейка белая, на которой там можно пробовать писать обычным шрифтом. Вот чуть ниже мы видим какой-то прибор, пластмассовый, что писать брайлевским шрифтом. С правой стороны обычный грифел и какие-то там подклейки, чтобы незрячим помогать что-то оклеивать. И ничего больше. А если бы я вас теперь спросил, какие современные приборы ещё есть? Ну, конечно, теперь не отвечаем. Ну, есть разные линейки. Они, конечно, очень полезные. Особенно на уроках математики, музыки, химии. Без них просто очень сложно работать. Ну, есть разные регистраторы звуков. Ну, если бы я так пробовал сказать, этих новых, новых, таких современных вещей есть немного. А давайте пойдём теперь через столетия. Начнём где-то 300 лет тому назад и посмотрим, что было раньше. Мы часто говорим так, ну, ничего в магазинах нету, так мой ребёнок незрячий, ну, как я могу ему помочь? Ну, в магазинах нету, ничего, чтобы я мог купить себе. Ну, посмотрите, что 250-300 лет тому назад магазинов совсем для незрячих не было. Быть незрячим – это была огромная нищета. Это было смутно, скучно. Жизнь такая, что бог мой. Ну, давайте посмотрим, что там происходило. Откуда у меня эти снимки? Я показываю вам где-то около 100. 100 с чем-то разных снимок. Ну, их у меня десятки тысяч. Я, ну, мне повезло, потому что, слава богу, мог ездить в разные страны мира и Европы. И можно сказать, что я был почти во всех интересных местах, где можно что-то найти, сфотографировать, почитать. Некоторые вещи мне повезло и привёз в Польшу. У меня в школе для незрячих есть музей, единственный в Польше, тифологический музей, где мы можем увидеть около 3000 разных приборов, которые были полезны незрячим. Представьте себе, около 3000. А теперь вы видели на столах там трости, часы, весы говорящие и всё. Много чего можно найти, если будем посвящать эти музея. Вот здесь как раз снимка с музея в Вене. Во всех музеях есть что-то интересного. Ну, самое интересное – это не то, что показывают в музеях, но то, что есть в архивах этих музеев. Потому что там мы можем найти такие сокровища, что просто обалдеть от этого. И потому что так случилось, что директора этих музеев – это мои хорошие знакомые. И не имеет значения, или мы разговариваем друг с другом на немецком, на российском. Ну, просто всегда можно договориться. А давай у вас есть вот эта штука, а у нас нет. А будем меняться. И таких обмен уже много нам повезло уже сделать. Особенно с музеем в Питере, с музеем в Берлине, в Вене, в Праге, в Мадриде. И вот снимка, на которой мы видим мою подругу Алину, которая… Мы здесь, в городе Брно, в Тифологическом музее. Но у меня в самом музее, мы в ее магазине. В этом, в депозитории. И вот там на полках, в разных скринях, в ящиках, там можно увидеть серьезные сокровища. Ребята, посмотрим на это. Представьте себе, первая в мире, можно сказать теперь, тифологическая, как это будет, прибор. Тифологический прибор. Вот, посмотрите, год 1773. Третий – это толстый лист бумаги, картон, на котором мы видим буквы А, Б, С, Д и так дальше. И мы тоже видим… Вот на этой снимке, может, комплекта нету. Ну, доверяйте, что с левой стороны, там видно, как я показываю мышой. Вот с левой стороны мы видим вот треугольник, и углы этого треугольника описаны А, Б, В, Г. А с правой стороны – самые буквы А, Б, С, Д и так дальше. Это, конечно, латинские буквы, потому что этот прибор сделал Аугуст Цойне для директора. Ну, позже, позже он остался директором школы для незрячих в Берлине. И вот он это сделал для своего ученика, для христиана не сцена, специально. Вот эти буквы он сделал из металлической веревки. Он их набил на этот кусок картона, и незрячий мог на ощупь посмотреть, узнать, как выглядывают буквы. А вот это задняя сторона этого картона. Здесь мы видим, как эти буквы он укреплял, чтобы они, ну, не выпадали. Доверяйте, ребята, я не знал ничего об этом человеку. Я не знал совсем ничего об истории незрячих. После высшего училища, когда я попал в школу для незрячих, так вот я тоже пробовал из такой веревки делать какие-то там схемы, какие картины. Конечно, теперь мы все ждем, что-то можно купить в магазине. Можно пробовать самому сделать. А вот посмотрим на это. Это тифологический прибор. Серьезный прибор, мало. Его сделал своими руками сам Вильхельм Клайн, директор такого училища, ведущего училища в Европе. Вот сделал такое устройство. И кому, почему, чему это служит? А вот это устройство, которое помогало незрячему понять, забыл слова на русском языке, понять, что это вот один целый, две половины, три части. Дроби. Дроби. Спасибо, Валентина Антоновна. Понять идею, что это такие дроби. Вот посмотрите, конечно, он это красиво сделал, но можно и показывать это на каких-то там ровных кусках бумаги и других. Я специально показываю вот такие примеры, чтобы вам захотелось работать самому, чтобы самому пробовать. Электроника, она важная. Никто не сказал нет. Ну, можно и по-своему пробовать. Давайте посмотрим дальше. Еще не было Брайлевского шрифта. Еще не было Клайновского шрифта. А уже люди начали пробовать делать представления, рисунки, которые будут полезны в учебе незрячего человека. В центре этой картинки мы видим матрицу и патрицу, на которой представлена жирафа. Там можно было положить мокрый лист бумаги и потом сжать друг с другом. И мы получали какой-то рисунок. Никто не сказал, что это качественно сделано. Никто не сказал, что незрячий узнает на ощупь что там есть. Ну, люди пробовали. А в нижней части этого, этой картинки мы видим первую, с левой стороны, под рукой, под какой-то женской рукой, мы видим книгу. Это первая в мире книга, которую сделали в технологии высокой печати. И вот эта книга, единственный, единственный экземпляр находится в школе в Вене. Они хвастались очень долго, что у них единственный, пока я случайно не попал в город Львов. Захожу в музей общества незрячих, там сидим, болтаем, пьем кофе, разговариваем, смотрим разные приборы. И вот моя подруга показывает мне, а посмотри, вот такая красивая книжка у меня. Вот эта красивая книжка стоит огромные деньги, по-моему, теперь, потому что другой экземпляр лучшего качества, чем в Венске, находится в Украине, в городе Львов. Найдете время, советую поехать и положить руки. Там на ощупь хорошо, все можно увидеть, линии, точки. Ну, по идее, по нормам, это некачественно для незрячих сделано. И незрячий сам своими руками без помощи других ничего там не увидит. Ну, пробовали. Смотрим дальше. Смотрите, с левой стороны, вот книжечка, я показывал картинку Марии Терези фон Парадайс. Она мало этого, что была, как сказать, графиней, так она еще любила и умела играть. Мало этого, она была, ну, сейчас бы мы сказали, что она была композитором. И вот с правой стороны мы видим ноты, которые она записала прибором, которые она сама придумала. Ну, вот такой крестик, здесь его пуховато может видно. Ну, в четырех частях этого крестика иголочки. И с этих иголочек можно было писать буквы на ощупь, которые можно было свободно читать. Конечно, это были лятинские буквы. Конечно, надо было этого научиться. Ну, она могла уже записывать свои композиции. Извините, ребята, я так короче показываю, потому что время идет. Ну, тоже об этой женщине, об идее ее письма можно бы часами рассказывать. Надо обратить внимание, что она придумала этот крестик незадолго до этого, как Вильгельм Горклайн придумал свой иголочный шрифт. И она была звеной, Вильгельм Горклайн был звеной. Так сложно сказать, кто на кого смотрел, кто эту технологию серьезно придумал. Ну, она придумала только крестик. А Вильгельм Горклайн, по-моему, на ее идеи придумал уже свои первые печатные машинки, на которых незрячие могли и писать, ну и, конечно, то, что написали, могли потом читать. Смотрим дальше. Две снимки. На первой фотографии сверху есть специальная ручка. А пониже мы видим обычные видящие буквы. Посмотрите, как они красиво написаны. Они написаны на немецком языке. С левой стороны женщина положила палец на букве, на букве Э, не имеет значения. Под ее рукой какая-то картинка нарисована и тоже записана. Доверяйте. Это написано специальным чернилом. Специальным чернилом, которые на ощупь отлично можно читать. Отлично. А это чернило надо налить вот в это перо, которое на первой фотографии вы же мы видим. И скажите, а кто так красиво написал? Можете сказать, что это невозможно. Ну, это написали незрячие. Почему? Потому что я еще помню, как был ребенком, как мне в школе, учили каллиграфию. Красиво писать. Никогда с этим не было по дороге. Но все равно учили. И вот были специальные приборы, вы увидите, которые помогали незрячим вот так писать, как мы видим на этих картинках. Это в голове не местится. Ну, серьезно так было. Вот на этой картинке корзинка, где элементы разных устройств, которыми этим чернилом можно было писать. Если попадете в Венский музей, школы для незрячих, попросите, чтобы открыли шкаф, где старые тетради. И там в корзинах пахнут так, что в голове не местится. Там картины тетради детей. Этим тетрадям 250 лет. Вот сохранились почти в идеальном состоянии. Ну, они пахнут до сих пор этим чернилом. Нету этих детей уже, которые писали в этих тетрадях. Нету их учителей. Там никого уже нет. Ну, тетради остались. И знаете, какие впечатления, как человек читает и думает об этом ребенку, которого уже нету. А он так одно, что красиво, а другое, что что-то интересного писал. Вот, прежде мы видели кусок этой картинки. А это уже целая фотография. Здесь показана эта маленькая карта Вены. И надписи этим шрифтом, который можно было читать на ощупь. А теперь, внимание, уже полная картинка книги, о которой я говорил, что можно ее и в Вене, и во Львове увидеть. Книги, изданные тиражом, на которой красиво, на ощупь, можно увидеть линии и надписи. Ну, с закрытыми глазами там ничего незрячего не увидеть. Ну, если бы не было экспериментов, не было бы идеи. Давайте посмотрим на эту картинку. Здесь снова мы видим какой-то лист бумаги, и на этом листе красивыми буквами написано что-то на немецком языке. Ну, лист бумаги переходит через устройство. Устройство из металла. И на картинке сложно объяснить. Ну, здесь мы могли... Там такие маленькие окошко с левой стороны. Но это окошко могли уставить так, что мы могли писать и обычными буквами, и буквами с уконом направо или налево. Это называлось Hebeltschrift. Это не до конца правильное название. Потому что это устройство сделал Мартин Кунц. Это его прибор. Ну, здесь через ошибку написано, что на немецком языке, что это Hebeltschrift. Представьте себе, вот такие устройства были в руках незрячих, которых учили писать тоже обычным шрифтом. Там не было никаких контролей в пальцах. Как идеально незрячий должен знать, как выглядывают буквы, чтобы написать такое письмо. Ну, уже прочитать не мог. Ну, к маме мог написать, допустим. Давайте смотрим дальше. Вот, когда я говорю не по интернету, так всегда есть такой маленький конкурс, что это за устройство. Что это такое, что это за прибор. Но, если обратите внимание, сейчас попробую показать. Вот здесь показываю, с дерева, один, два, три, четыре такие, как части, куски дерева. Они одни параллельно, а другие, ну, противоположно. И всегда есть пустое место. Или здесь, или здесь. Вот этот прибор, это прибор, который помогал незрячему, чтобы написать открытку. Конкретно, чтобы написать открытку. Маме, папе. Конечно, видящими буквами. Обычно письмам Геббольда. Ну, не только. Потому что письм разных. До Брайлевского шрифта было очень много. Ну, здесь другой пример такого же самого прибора. Но уже незрячий мог написать не открытку, но мог положить целый лист бумаги. И уже целое письмо написать. Пойдём дальше. И следующий прибор. Я напоминаю, ещё не было Брайлевского шрифта, не было иголочного, Клайновского шрифта, не было письма Геббольда. Ну, незрячих учили, как выглядывают буквы для зрячих. Потому что в это время книги, их было очень мало, очень мало, в это время книги печатали обычным, рельефным, но линейным шрифтом. Пойдём дальше. А вот уже медленно мир начинается менять. И перед нами устройство, которое придумал великий тифопедагог Вилхен Клайн. Это машинка для печатания вот этим иголочным шрифтом. Видим? Там на чешском языке написано «Добрый день». Этими буквами незрячий мог писать, мог тоже читать. И вот в этой технологии начали уже печатать книги. Они были очень полезны. Во-первых, физиология ощупа, вот она такая, что намного лучше смотреть, намного лучше смотреть не линейный шрифт, а шрифт иголочный. И вот 200 с чем-то лет тому назад незрячие в разных странах Европы вот читали такие книги, печатаны таким шрифтом. Здесь написано, тоже на чешском языке, написано через «Пусть земля ему пухом» будет знаменитого тифопедагога чешского Йозефа Смыкала. Написано этим шрифтом. Johann Wilhelm Klein вытворил этот друх письма в роце 1810. Это оригинальная машинка, оригинальное устройство. Вы увидите это устройство в Брне, в Вене и в Овиńskах, в моей школе. Смотрим дальше. Здесь увидим, как именно выглядывали эти иголочные буквы. Обратите внимание, на куске металла там было несколько иголок, которые, если нажать их на бумагу, так с другой стороны можно было прочитать, что это буква Г, буква В, буква Я и так дальше, и так дальше. А здесь уже очень близко мы видим как раз цифру 6 или цифру 9. Что это может быть? Подумайте это, ну попробуйте угадать. Может, наконец, кто-то отвечет. Потому что они же такие самые. С одной стороны 6, с другой стороны 9. Как незрячий мог этим ползоваться? А посмотрите здесь. Вот придумал Wilhelm Klein свой шрифт. И сначала в Вене начали издавать приборы по его идее на разных языках. Здесь есть и кириллица. Есть гебрайский язык. Есть арабские языка. К сожалению, польского языка там нет. А вопрос, почему, ну несложно ответить. В это время Польши не было. Так и язык никому, тем более шрифт никому нужен не был. Ну представьте себе, если Вена начала издавать вот такие устройства, Так целый мир, целый цивилизованный мир сразу получил устройство, которое позволало не зря чему писать, читать. Вот началась серьёзная учёба. С этого момента все начали ждать компьютеров. Конечно, смеюсь. Вот здесь видим уже конкретную книжку. Для третьего школьного года. Вторая часть. Исторические картинки. И следующая книга. Смотрим, здесь чуть хуже видно, но тоже показано, что следующая книга. Их очень много издавали. На разных языках. Тоже на русском языке. Пойдём чуть дальше. Вот буквар, обедка. Книжка для малышей, на которых учили, как выглядывают конкретные буквы. Посмотрите, видим букву Д. Она чёрная. Это грязь детских рук. Столько этих маленьких пальцев там положили, чтобы узнать, что а-а-а, так выглядывает буква Д. Д. И потом видим. Д. От. ДА, ДУ, ДО, ДОУ, УД. Чтобы... Это уже конкретная технология. Это конкретная методика изучения, как познавать этот конкретный шрифт. Поехали дальше. Ну, уже конкретный прибор. На снимке плохо видно, но с правой стороны мы видим какие-то маленькие куски металла, и на этих кусках металла буквы написаны шрифтом, похожим на иголочный. Ну, это уже были не иголки, а это были маленькие точки. Я не знаю. Может, увидим. Я попробую показать. В камеру. Посмотрите. Вот это... Это буква А. Это оригинал. Вот я хвастаюсь, что могу вам это показать, потому что эта буква, этот комплект букв, это первый комплект, который потом Клайн менял на другой. И это оригинальная буква, которая была у него в руках. Извините, в руках. Вот бедный Вильхельм Клайн не знал, что 220-230 лет тому назад какой-то дурак из Польши каким-то другим дуракам показывать будет его шрифт. А давайте посмотрим дальше. Это сейчас, это за секунду. Вот это уже был технический прибор, которым можно было ползаваться и печатать книги. Ну, книги, которые были нужны в конкретной школе. Не какой-то там огромный тираж, ну, маленький тираж, там, 50-60 штук. А здесь другой вид этого устройства. А теперь следующий прибор. Посмотрите на это. Ну, конечно, здесь несложно понять, что это ноты. Ну, извините, пожалуйста, ноты. И как этими нотами незрячий мог повзываться? Прошу прощения. Ну, ноты, они вырезаны из металла. Они вырезаны из металла. Им где-то около полтора-два сантиметра. И эти ноты надо было вкладывать вот в такой толстый лист картона, на котором вырезана вот этим прибором пятилиния. Скажите, ну, бог мой, что это за прибор? Он такой некрасивый, он сложный. Ну, правда, может и некрасивый. Ну, сколько незрячих училась нот на этом приборе, другого выхода не было. Некоторые, прошу прощения, думаю, что это уже коронавирус. Ну, время пришли на него. Вот, обращаем внимание на этот рисунок. Посмотрите, на зеленой доске как из каких-то кусков металла, с какой-то металлической веревки, мы видим разные фигуры. Ну, правда, они к ничему не подобны. С левой стороны в очках доктор Йосеф Смыкал, по-моему, самый знаменитый тифуа педагог в Европе. А с правой стороны заведующий музея для незрячих Элишка Хлюши, тоже очень знаменитая персона. И вот я помню, как я первый раз поехал в Брно встретиться там на полдня с доктором Смыкалом, а с подругой мы остались там где-то около недельки, потому что человек был так интересный, очень умный, и огромное количество интересных вещей у него было. И я до смерти буду помнить, как он мне показал эти приборы из веревки и говорит так, говорит, Мерек, если ты угадаешь, что это, так вот с моего музея что хочешь забирай в Польшу. Ух, как я хотел угадать, но не повезло мне, я не угадал. Если бы я вас спросил, что это такое, думаю, что вы тоже бы не знали. Вот это движение паучки дирижера, потому что он же сам, доктор Йосеф Смыкаль, он незрячий, у него есть очки, но он был незрячий, он сам был по профессии дирижером. И он мне говорит, Мерек, как я мог бы работать с оркестром этой волшебной паучкой, если бы я не знал движение паучки при конкретных там представлениях. Представьте себе, вот один учитель для незрячего ребенка придумал какой-то прибор, но не заходил в магазин, не пробовал покупывать, ну правда, ничего не было в это время. Давайте смотрим дальше. Представьте себе, пока еще не было никакого шрифта, который можно было, ну, ни брайлецкого, ни иголочного, вот таким шрифтом. Это линейный шрифт. И, доверьте, его можно было на ощупь прочитать. Сложно, но можно было прочитать. Конечно, времени незрячие люди намного больше в сериале, чем, как сказать, чем при чтении брайлевского шрифта. Смотрим дальше. Это как раз картинка напечатана на этой, на этом устройстве, которое я только что показывал, с матрицей. И здесь там напечатано что-то о группе каких-то незрячих детей, которые в этой части здания живут. Обратите внимание, что кроме букв, здесь тоже узор вокруг этого, что написано. Здесь тоже узор. А почему узор? А потому, чтобы красиво было. Но еще не знали, что такой узор просто мешает незрячему. Потому что уже, во-первых, сложно прочитать эти обычные буквы. А если я положу свои пальцы, так, на этот узор положу, а что-то там есть, посмотреть надо. А может что-то важное. Я теряю время, осматривая этот узор. Но теперь уже знаем, чтобы так не делать. Обратите внимание, здесь напечатано, а здесь матриц, с которого печатано. Теперь будет очень интересно. Это шрифт Муна. очень долго, очень долго было так, что Муновский шрифт был. Еще несколько лет тому назад в письме, в шрифте Муна издавали книги. Обратите внимание на эти снимки. Это линейный шрифт. Ну, его научиться было не сложно. потому что буквы были простые, они похожие. посмотрим, там увидим А, Б, В, Г, там все это есть. Ну, надо было, конечно, этого шрифта научиться. Читать надо было с левой стороны направо, потом справа налево, слева и направо, справа налево. И все было бы отлично. Ну, читать можно было, можно было скоро читать, но был проблем. Не было, как писать незрячему. Так незрячий мог читать, но сам написать уже не мог. Были приборы, но были так сложные, что смысла не имело. Смотрим дальше. Начались там на какой-то снимке была информация, что это шрифт Гебальда. полгода искал, последние полгода искал информации по теме шрифта Гебальда, и все, что получал, ну, я уже искал серьезной научной информации, все, что получал, это была информация, что это был шрифт, где незрячий мог писать зрячими буквами. Вот, и мне снова повезло, попал в бывшую, в бывший ГДР, в город Барби, в этом маленьком городе, очень долго была школа для незрячих, в этой школе работал Эрнст в Гебальд, и там нашел книжку, которую своим, за свои деньги, за свой счет издал автор этой идеи, где он показывает, как его письмо, идея, она поэтому сделана, чтобы незрячий мог писать буквы, которые потом можно читать на ощупь. Представьте себе, весь мир принял его идею, ну, что это полезно, чтобы незрячий мог писать с детьми буквами, а идея этого профессора была такая, чтобы писать на ощупь. Можно, можно писать, можно читать, правда, так как в Брайлевском шрифте, надо писать справа налево, а потом можно читать слева направо. Он очень не любил Брайла, и его идея была так против этого, что Брайл сделал. Ну, все равно, его идея была полезная. Вот посмотрите, здесь письмо гебольдовские, гебольдовский шрифт на поиском языке, здесь гебольдовский шрифт на немецком языке, есть и кириллица на гебольдовском шрифте, потому что всегда надо было адаптировать идею гебольда до конкретного языка. Ребята, если можно, позвольте мне три минуты отдохнуть, можно? Да. Так, три минуты, хорошо? А потом я буду снова. пока Марек выпьет воды, чтобы у него горло отдохнуло, вы можете задать вопросы перед тем, как мы будем обсуждать, может возникли в ходе нашей вопросы. И я не знаю, есть ли у нас сейчас здесь Лонгин, руководитель проекта, благодаря которому мы сейчас здесь с вами встречаемся и слушаем лекцию Марыка Кубовского. Насколько вижу, Лонгина нет. Молгожата, есть Лонгин? Но, насколько вижу, его нет. Он подключился, потому что мне там что-то писал. Молгожата, расскажешь о вашем проекте, пока вот есть у нас возможность, время дополнительно, что это за проект, какие его цели, для чего мы собираемся здесь. Пожалуйста. Конечно, спасибо. Добрый вечер еще раз всем. Меня зовут Молгожата Зугар, я являюсь координатором международных проектов фонда Ариари. И этот проект, в рамках которого мы имеем возможность выслушать доклад Марыка, он предназначен для специалистов из Украины, России, и Польши, тоже других стран, занимающихся проблематикой обучения, адаптации молодых людей, детей с нарушениями зрения, как и для родителей и окружения этих детей. Так, чтобы мы совместно смогли обмениться опытом, выслушать лекции и полезных советов специалистов, педагогов, тех, которые ежедневно работают с детьми. Ну и просто так, чтобы мы могли тоже пообщаться, чтобы создать какую-то среду, которую мы сможем и в рамках других проектов и уже потом лично обменяться опытом, решать проблемы и так далее. Малгажата, задали вопрос на фейсбуке, так промелькнула информация о российско-польском или польско-российском проекте для молодежи. У нас сейчас есть участники в России, они спрашивают, где больше информации получить по поводу этого, как присоединиться к этому проекту. Да, мы завтра начинаем польско-российский проект для молодежи с нарушением зрения. Присоединиться в проект можно очень просто. Достаточно написать к нам фонду Ариари или написать к нашей российской партнерши госпожи Ирине Сумароковой. Я тут в чате напишу адрес электронной фонда Ариари. Все, которые напишут нам получать информацию, какие-то формуляры для заполнения, так, чтобы все было формально тоже сделано. А подключиться может каждый. Потому что тоже те, которые уже, как сказать, принадлежат немного старшей молодежи, тоже могут подключиться. Я уже в чат записываю адрес электронной почты. Хорошо, спасибо большое. И Марек может продолжать, если горло ему позволяет. А, руки пошла, мы уже готов. Можно ли получить будет запись твоей лекции? Ну, значит, давайте посмотрим дальше. Следующие приборы, которые были полезны незрячим 150-200 лет тому назад. Ну, некоторые из этих приборов уже начали издавать тиражам, в тиражах. И вот сейчас будут разные карты. Эти карты делал, во-первых, начал делать самый знаменитый Мартин Кунц. Человек история. О самом этом человеке и о других знаменитых людях, которые делали книжки, делали рисунки, много могла бы рассказать госпожа Каролина. Она с нами, она сама полячка, теперь как раз яблоко кушает, но наушники на ушах у нее. Она издала отличную книгу насчет рисунка для незрячих. Мало этого, она сама издает книги новой технологии, которые, во-первых, очень красивые, во-вторых, технически очень интересные и, правду сказать, полезные, очень полезные для детей. Я думаю, можно к нее написать книгу, книгу можно читать как Агату Христи, серьезно. И это не была реклама, это просто мне эта книга очень нравится. Давайте, значит, так, не только 200 лет тому назад были люди, которые что-то интересного делали. Давайте смотрим дальше на разные следующие приборы. Вот следующая карта для незрячих. Я не говорю, что все карты, которые я вам буду показывать, они с точки зрения незрячего ему полезные, потому что сначала, конечно, пробовали. Долго лет сам знаменитый Мартин Кунц пробовал, издавал тиражи по 200, по 500, по 1000 штук, ну, они были что-то неполезные. Ну, человек очень интересный, человек, история, сколько школ, сколько работ, его выбросили за разные там, и почти к концу своей жизни он попал в город Ильзах, теперь это Франция, в это время это была Германия, и он там попал, сказать можно на ссылку, в приют для незрячих. И вот там, потому что эти карты постоянно он делал, там к его работе присоединились незрячие, и с этих пор уже карты кунца начали быть полезными для незрячих, потому что консультанты это были потенциальные люди, которые потом будут пользователями этих карт, и несколько этих карт хотел вам показать. Вот здесь Испания, карта старая, 1886 год, по-моему, ну, она интересная, потому что, конечно, Брайлевского шрифта здесь мало, но там чуть-чуть только название и цифр несколько, ну, с правой стороны вверху мы видим наклейку, это наклейка уже в польском Брайлевском шрифте. Просто после войны Красная Армия освободила тоже бывший немецкий город Бреслав, по-польски теперь Врослав. Красная Армия освободила тоже библиотеку для незрячих. Огромное количество книг, карт с этой библиотеки поехало на восток, в Россию, но некоторые остались в Польше и потому что они были в немецком Брайлевском шрифте, польские учителя делали наклейки уже в польском Брайлевском шрифте. Смотрим дальше. Следующая карта, следующая карта, а это уже не карта, это рисунок, это тифлографика, это восьминок какой-то и он правильно сделан, потому что вид сверху, потому что восьминог, он правда в каждую секунду по-другому выглядывает, а здесь сделали вид сверху и все его там ноги или руки, не знаю, как это назвать, показано. Обратите внимание, что этот рисунок он тоже грязный, это, как я говорил раньше, это грязь детских рук. У нас в Овинсках есть где-то около 140-150 разных старинных карт и тифлографик. Большинство попало в консервацию, и они теперь выглядывают, как бы Мартин Кунц только что их сделал. Они почти новые после этой консервации, но слава Богу, я не все отдал, и на некоторых картах, рисунках мы эту детскую грязь увидим. Между прочим, эти грязные намного больше мне нравятся, чем эти красивые очищенные. Следующая тифлографика. Показана печка, на которой топили железо. Сказать можно, что это некрасивые, показывало незрячему ребенку идею. Обратите внимание, что надписы плоским шрифтом на всех картах у этого человека, на всех тифлографиках, они были сделаны на немецком языке, на французском языке, на английском и на итальянском языке. На других нет. Но брайлевский шрифт уже только на немецком языке. Правда, они не были предназначены к тому, чтобы незрячий сам с ними работал. Там всегда должен быть или учитель, или человек, который, ну, мама, папа, которые ему помогают. Ну, в это время не было никакой инклюзии. Были только школы для незрячих и все. Конечно, не все незрячие учились в этих школах. Не у всех были деньги. Многие жили, как жили. Здесь следующий рисунок, тифографика, но я не буду рассказывать, физика у всех нас была, так мы видим, что там представляет. Ну, кто-то сказал, по-моему, Аристотелес. Это правило рычагов. Ну, правильно. Вот правильно. Так вы у меня, Валентин Антонов, на пятерку получили. У вас шестерки тоже есть в школе? У нас 12-бальная система. Ох ты! Ой-ёх! Ох! У меня лишь я помню 2, 3, 4, 5, или маме расскажут. Следующая графика. Здесь видим, какие там рыбы. Следующая. она некачественная. Обратите внимание на масштаб. Вот человечек, он такой маленький, а этот крокодил просто, ну, гигантский, сказать можно. Ну, и здесь тоже показана уже перспектива. Ну, можно бы спорить, насколько это правильно. Ну, смотрим дальше. Здесь тоже карты, тоже рисунки, но уже сделаны как макеты настенные. Их много можно увидеть и в моем музее, в Польше еще в музее в Ласках, ну, конечно, можно увидеть в Венском музее и в музее в городе Брно. Следующая карта, это карта Чехословакии, и здесь показаны железные дороги в Чехословакии. На огромной доске из дерева с металла, на кусках металла написан брайлевский шрифт, и из веревки, тоже металлической линии, которые показывают, как эти линии происходят в этом пространстве этой страны. Здесь карта города Брно. Конечно, на такой карте, на стенной карте, тем более, можно показать разные структуры, конечно, много информации не покажешь. Ну, обратите внимание, что насколько Кунц уже в тиражах издавал свои тифографики и карты, так вот, эти настенные карты делали учителя. И почти в каждой, при каждой старой школе для незрячих найдешь карты, найдешь тифографики, которые делали люди своими руками. Учителя. Снова другой вид города Брно, а здесь уже ну, серьезный шедевр. Здесь просто матриц, с которого потом Мартин Кунц мог печатать свои карты в тиражах. И уже следующие приборы, которые делали для себя в разных городах мира, в разных странах. Почти каждая страна пробовала что-то сделать. Конечно, это приборы, чтобы писать. Пробы были разные. Здесь видим рафиграф устройство, на котором можно было писать типа иголочным шрифтом. Ну, иголки были очень плохо созданы. Но можно сказать, что был иголочно-линейный шрифт. Единственный экземпляр есть до сих пор в городе Брно. Я пробовал писать, на нем писать можно, читать можно. Ну, конечно, ничего, каждая идея, которую придумывали, не была так хорошая, как идея Брайла. Следующее устройство, на котором можно было писать, это тоже типа иголочно-линейный шрифт, это рельеф-шрифт, сделан в Вене. Представьте себе, что многие из этих приборов, которые я показываю, они были сделаны не в тиражах, они были сделаны пять, десять экземпляров, и все. Потому что самая главная проблема, это капитализм, который в это время царил во всех странах Европы. Ну, надо было продавать свои продукты, а школы, ну, они в этой школе всегда были бедные, много денег не было, и бизнесмены, которые пробовали делать эти разные устройства, ну, раньше или позже оказывалось, что просто, ну, бизнеса из этого не будет. Ну, сохранились эти экземпляры. Вот здесь единственный прибор, который сделан, чтобы можно было писать шрифтом Муна. Помните, я рассказывал, что так отлично напечатан линейным шрифтом, ну, очень сложно, почти невозможно было писать. Вот сделали такой прибор посреди на листе бумаги, посередине этого коридорка, который здесь видим, там есть штампик, и каждая буква это один штампик, незрячий должен найти такой штампик, положить, потом ударить или кистью, или молотком, и уже ура, одна буква написана. Давай следующую. Так просто не все, что придумывали, было серьезно полезное для незрячих. Но я всегда повторяю, если бы не было проб, не было бы экспериментов, не было бы поступа. Вот здесь уже видим и пробы Брайлевского шрифта, и еще видящие буквы. Сказать можно, что смешно, мы теперь снова учим детей видящих букв. Почему? Вы увидите позже. Обратите внимание на эту снимку. Это первая книга, которую издали. Это книга с алфавитом Брайла, письма Брайлевского шрифта, что очень интересное. Мы привыкли, что Брайлевский шрифт это только точки, правда? Это шести точки, и с каждой точки что-то там можно сделать. Но первые пробы это были не только точки, там были и линейки. и если мы посмотрим на пятую и шестую серию, там мы увидим и точки, и линейки. Конечно, потом этого уже не было. Брайл решил, что только точки должны остаться. Но на этом экземпляре мы видим, как думал человек, как пробовал, что будет лучше для незрячего. А это первая книга, первая из первых, которая была издана шрифтом Брайла в 1875 год. Эта книга уже издана в тираже. И это, конечно, ну подумайте, что это могла быть за книга. Это святой завет, я правильно сказал? Новый завет. А, это Новый Завет. Смотрим дальше. Вот уже письмо Брайла, шрифт Брайла был. Начались эксперименты с разными приборами, которые помогают писать. И вот здесь видим один из первых приборов. Их огромное количество. Огромное. У меня в музее где-то 36 разных типов приборов только для печатания грифелом, брайлевским шрифтом. Почти каждая страна что-то делала. А еще сколько интересных историй насчет этих приборов. Вот приглашаю, придете? Так просто при самых только приборах для брайлевского шрифта мы можем недельку посидеть столько там интересных историй. Мы уже вышли. Мы уже идем. Ну приглашаю, но я знаю что ситуация такая дурная, что бог мой. А вот приборы которые ты показываешь очень удобные строчку не потеряет ребенок. О таких приборов очень много было разных. Потому что уже самые интересные приборы придумывали уже незрячие ползователи. этого шрифта. Сейчас увидим. Здесь примеры разных грифелей, разных приборов для печатания брайлевским шрифтом. Снова следующая снимочка снова таблички для печатания брайлевским шрифтом. И снова следующая здесь как раз английская на некоторых приборах для печатания брайлевским шрифтом Там есть номер. Вот здесь как раз 569-й экземпляр. И поэтому мы можем узнать, какой тираж конкретного прибора была сделана. И снова смотрим дальше. Вот приборы для учебы брайлевского шрифта. Если я скажу, что этот ролик с деревянной ручкой, это резинка, а это устройство, которое женщина держит в своей руке с такими точками, это вечная бумага. Это просто ребенок уже в первом классе получал такое устройство, чтобы не терять дорогой бумаги. Ну, грифель был такого вида, что, сейчас покажу, здесь обратите внимание, грифель, он был такого вида, что ним можно было нажимать кусок металла, и он переходил на другую сторону этого прибора. Я мог написать, там, допустим, я вас очень люблю, Валентина Антоновна. А потом я мог подумать, бог мой, я ошибился, не Валентина Антоновна. И вот брал я эту резинку, переезжал по этому устройству, так я как резинкой просто, и снова мог писать. Да, да, да. Прибора прямого чтения у нас в Польше не было, но в России, в бывших странах, он был очень популярный. У меня есть в музее. Следующий прибор для писем о браилевским шрифтах. Обратите внимание, здесь в другой части нету углублений, а есть линейки. Здесь снова разные, разные, разные браилевские шрифты. Да, извините. А теперь покажу несколько уже механических устройств для печатания браилевским шрифтом. Я посчитал, что в Европе видел и сделал снимки сто, точно сто двадцать три разные устройства механические, которыми можно было писать браилевским шрифтом. Вот первое. Вот другое устройство. Вот третье. Их очень много. Я просто только показываю вам, потому что почти не было страны в Европе, а в странах часто были две, были и три школы для незрячих. Так особенно в школах для незрячих пробовали делать разные, разные устройства, которые будут полезны, чтобы писать этим браилевским шрифтом. Мы здесь видим и английские, и французские, и немецкие, российские, и польские идеи. В тиражах не все были деланы. Ну, до сих пор популярные во всей Европе это пихта, или деланы до сих пор в штатах Перкинс. Ну, самые полезные, самые удобные, самые хорошие. Ну, идей и проб было очень много. Вот посмотрите на это устройство. Ну, сказать можно, что это полшарика, на котором, как на ёжику, полно иголочек, а на каждой иголочке какая там буква. И нажимая конкретную букву, я получал ответ в браилевском шрифте. Я писал точно на этом устройстве. Её сделали в одном экземпляре только, сохранившем в Венском музее. На этом писать можно. Ну, представьте себе, что человек за этими руками должен делать, чтобы там попасть в конкретную букву. Ну, всё равно была идея. Вот очень интересное устройство, на котором незрячий мог писать видящими буквами, а видящий мог писать брайлевскими буквами. Следующий прибор. Между прочим, такой тоже можно увидеть во Львове, в библиотеке. Это уже конкретный прибор, которым ползывались незрячие, которые работали в судах. Как записывали то, что там прокурор или там судья рассказывал. И следующий прибор. И следующий. Я вам не буду всех показывать, потому что это смысла не имеет. Ну, обратите внимание на тот прибор. Это механическая машинка для писания брайлевским шрифтом. Она сделана с дерева. И эту машинку сделал Карл Мацан. Незрячий, ческий незрячий. Я, правда, его уже давно как нету. Но машинка до сих пор работает. Я писал на этой машинке. Представьте себе, незрячий сам для себя, ну был же бедный, сам для себя сделал прибор, который помогал ему скоро писать. Следующий прибор. Это прибор уже не для писания, но для этого, чтобы считать. Это тоже старый, Клайновские разработки еще. И этого прибора, ну, к сожалению, этого прибора у меня нету. Он только в Вене сохранился. Но мне повезло уворовать вот одну букву из этого. Я смеюсь, я всегда говорю уворовать, но мы часто меняемся. Если у кого есть чего-то больше, так отдаем другим. Посмотрим вот еще на это устройство. Часто в школах попадаем на разные куклы, у которых пугавицы там как шеститочие. И вот я сам слышал, как учительница говорит, как я могу учить незрячего ребенка брайлецкого шрифта, если у меня нету этой куклы. Просто без этого никак не научишь. Научишь. Во-первых, можно самому такую куку сделать, а не 150 евро отдавать. А во-вторых, вот посмотрите, 150 лет тому назад придумывали разные идеи, разные приборы, на которых можно было малыша учить, что это буква. А, Б, В, Г и так дальше, и так дальше. Следующий прибор, который сделал отец для своего незрячего ребенка. То, что белое внизу картинки, это инженерский... Вот. Многорифмическая линейка. Как? Многорифмическая линейка. О, вот, да. Логарифмическая линейка. Вот, ребенок очень заинтересован математикой. Ну, на конкретном приборе работать было никак. Вот, отец для него сделал увеличенный и работающий модель. Серьезно я считал на этом моделе, как почти все, что показываю, это тоже у меня было в руках. На этом можно считать. Ребенок попал на высшее училище, работал как профессор потом уже, незрячий. Вот, это я часто показываю родителям. Говорю, много чего не купишь, но у тебя есть ум, у тебя есть руки. А самое важное, у тебя есть самый лучший в мире консультант. Он будет этим ползоваться. И вот, давайте, пробуйте. Конечно, не всем хочется, не все знают как, не все имеют. Ну, пробовать можно. Почти, наконец, следующий прибор, который, ну, сказать, можно поменял мир, но не везде. Он поменял мир на востоке Европы. Это знаменитый прибор Семевского. Вот сколько я разных приборов, которые делали в разных странах, не видел. Они намного красивее, чем этот прибор. Они легкие. Они не воняют резиной. Они не воняют смой, которая там есть. Ну, они некачественные. А здесь, по идее Семевского, знаменитый русский тифлопедагог, российский, русский, не имеет значения, педагог, вот придумал устройство, на котором толпа незрячих людей училась геометрии, работали с математикой. У меня сохранился, ну, к сожалению, некомплетный такой прибор. Так что, если у кого есть личный, так скажите, у кого не имеет значения, где приеду. Если кому-то не нужен, конечно. Ребята, вот на этой снимке мы окончим эту часть презентации. Перейдем к следующей. Вот, это мой любимый памятник. Он в свое время находился в Питере перед первой школой для незрячих. Ну, здесь надо бы поговорить о знаменитом тифлопедагоге Гротте. Потом, ну, школы уже нету. Школа в совсем другом месте. Ну, памятник есть. И школа знаменитая. И вот эта девушка, она читает книгу. Памятник сделан через знаменитого французского скульптора. По меня нету другого памятника, который был посвящен незрячим, как этот памятник. Она сидит у колонны. Наверху этой колонны здесь этого не видно. Бюст Константина Константиновича Грота. А почти у его ног незрячая девушка. Правая рука на открытой странице книги. И невидящие глаза, смотря где-то в пространство. Очень люблю этот памятник, очень. Окончим на этом, на коротенькую часть, где я показал несколько, несколько разных приборов. Их были сотни. Я показывал самые интересные для меня. И чтобы показать, что они были. И теперь осталось нам очень мало времени. Вопрос к ведущей, Валентина Антоновна. Или перейдем к другой части этой темы. Марек, скажи, пожалуйста, насколько большая другая часть? Потому что, ну, чтобы не скомкать, чтобы это не было бегом, вот так. Есть, ребята. Советую так. Чтобы не было бегом, но там где-то около 40 минут надо бы так. Не бегом, но не медленно. Потому что я там, в другой части, хотел показать то, что мы делаем теперь у нас в Польше. А конкретно хотел показать, что мы делаем у нас в школе во Винсках. Там где-то около 30 разных приборов, которые можно сделать своими руками. Можно сделать дома. Смотри, это очень важная тема. И просто ее вот сейчас, когда люди уже устали после работы и уже время позднее, я советовала бы, чтобы мы это отдельной темой рассмотрели. Потому что очень важно. То, что мы можем сделать своими руками, попробовать, это нужно разбирать. И там будет много вопросов. Поэтому, наверное, эту часть отдельно. Если можно, так я готов отдельно сделать этот доклад, где мы будем показывать и говорить только об этом, что мы теперь сами делаем и что своими руками самому сделать можно. Та ребенка. Ну, просто, Валентина Антоновна... Сделаем отдельные встречи. Да. И думаю, что да. Потому что еще, может, вопросы будут, а минут 10 осталось, и люди тоже устали. Ну, очень. Хорошо. Марек, спасибо огромное. Было интересно. Как Аня Серпутько сказала, что интереснее только у тебя в музее, когда лично там находишься. И мы сейчас, как всегда обычно мы делаем, попробуем подвести итог. Что для вас было сегодня открытием? Что бы вам хотелось еще услышать на следующей встрече? Вы уже анонс ее услышали от Марека. Мы будем разбирать то, что мы сами можем сделать для наших детей, поделиться тем опытом, который у нас есть. И я скажу, что для меня, я тоже очень много и у Марека была в музее и в других музеях. Для меня логарифмическая линейка сегодня была открытием, что ее вообще возможно сделать своими руками и тем более родителям. Спасибо огромное, Марек. И, Малгажата, что для тебя сегодня было? Извините, я еще раз прошу прощения за просто ударение и за ошибки в русском языке. Я уже теперь намного лучше бы говорил. Ну, просто, как человек начнет, потом уже легче идет. А сначала всегда так. Прошу прощения. Малгажата, что для тебя было интересно сегодня? Я тоже много из того, что Марек сегодня показывал, видела у него в музее. И как-то слушала об этом на прежних докладах Марека, но я всякий раз, я остаюсь под огромным впечатлением того, как находчивыми были сами незрячие, и те, которые окружали, и какие способности были у людей. Есть тоже, и это всегда меня вдохновляет. Спасибо. Нина Асеева. Ну, я, конечно, благодарна Мареку за такой доклад. Многое чего я во Львове видела, и хотелось, конечно, бы увидеть все в Авинсках. И надеемся, что мы все-таки приедем когда-нибудь. Приглашаю. Да, Марек, я иди тебе подарок, держу тот, что ты часы просил. Я помню, помню. Так давай, сегодня, может, не успеешь? Ну, я так вот все одежда и прибегусь. Карлина, я не знаю, насколько вы знаете русский язык, воспринимаете. Карлина, вы нас слышите? Что для вас было интересно сегодня? Да, да. Причите микрофон. Но я не умею по-россейски. А по-польску? Но я думаю, что я много разумела, потому что, мне кажется, что много разумела. потому что вывезли что-то. И моя другая презентация, ну, конечно, «Веда» Марка «Рюса на колонах». Ну, в общем-то, было понятно, насколько впечатления, особенно от дирижерских движений, моделей дирижерских движений. Мартина, вы можете что-то сказать или тоже только по-польски? Так, я, конечно, тоже не знаю, в общем-то, не знаю языка русского, с Панем Марком навязала контакт на работу с детским невидомым и с различными дефицитами развития. Ну, я истинно этим выкладом и так далее, знакомостью, проблематики и очень интересно, потому что вы настолько молодцы слушать лекцию на русском языке, если вообще не быть знакомым с ним. Вы фанаты флопедагогики. Спасибо вам большое. Леся Ивановна Чупик. Всем добрый вечер. Ну, Марк, как всегда, я очень с огромным удовольствием его слушаю и лишний раз, вот еще раз, потому что мы были во Винских, видели его музей, чудесный музей, очень много интересных экспонатов. Вот, но сегодня с большим удовольствием послушала Марека еще раз, еще раз вспомнила и музей, и все вот эти вот экспонаты. И сегодня Марк показал даже то, чего у него не было в музее. Большое спасибо, Марк, и с удовольствием вот хотела бы еще раз, чтобы мы встретились, еще раз посмотреть все в музее Волочи. Ты фанат своего дела и это чувствуется в твоих... Такой любовью рассказывать о каждом... Летом будет маме на школу в Висках. Летом будет маме на школу в Висках. Ну, дай Бог, дай Бог, Марек. Мы готовы. Татьяна Хижняк. Казахстан, Марек, у нас участвует. Вот там... Там у них уже утро, правда? Нет, ну раз в 12 часов ночи, но это не так важно. Марек, огромное вам спасибо. Я вас прям вот... Люблю-люблю-люблю безумно, как педагога, как человека. Это потрясающе интересно. Ну, прям вот с упоением, вот с удовольствием, конечно, сижу и прям вот ушки на макушке. Жалко, что мне столько лет. Очень интересно. Вот ноты и дирижирование для меня это вот прям вот... Потрясающе интересно. Ну как... Просто Лиза, она в инклюзии музыкальной школе. И ноты набрали, к сожалению, да... Ну, при большом желании педагог не сможет. Ну, школа обычная музыкальная. Здесь обычные ребята ходят. И вот у нас, да, тоже там с дирижированием, то есть, да, там трёхдольный, двудольный размер. Вот там, ну, вопросы иногда возникают такие. Ну, вот я подумаю, может быть, даже на вооружение возьму. Да, интересно. А вот по нотам. Я не знаю, Татьяна, в российских библиотеках очень много шрифтов брали адаптировано ноты на произведения музыкальных. И, в принципе, если вы сможете сами помогать девочке, то, Лизе, то вполне реально вам получать эти книги по почте. Рассылают. Я знаю и в Украину, и в Казахстан. Можно произведения с Альхеджио и многие другие музыкальные произведения. Ну, и так, конечно, прямо с большим огромным удовольствием прямо на телефоне картинки увеличиваю, подсматриваю. Думаю, может быть, что-то для себя... Что-то, что-то оттуда для себя... И за логарифмическую линейку. Да, интересно. Её нет, точно. Столько внушений. Здорово, спасибо вам огромное. Ирина, пожалуйста. Добрый вечер всем. Я немножко не сначала, потому что как раз с работы добиралась. Очень интересно, с большим удовольствием слушала. И ещё хочу Марику сказать лично огромное спасибо за то, что он, показывая все свои картинки на презентации, он очень хороший тип локомментирования. Я человек незрячий, но я как будто бы всё подержала в руках. У меня было такое ощущение очень понятное. Вот. За это прямо вот отдельное спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Ирина. У вас скоро будут встречи молодёжи. И вот сегодня мы получили информацию о том, как... Да, мы готовимся завтра уже встречаться. У нас девушки готовят презентацию три. И мы приготовили уже презентацию сегодня вот о своей организации, немножко о своём городе чуть-чуть. Так что завтра будем рассказывать. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы тоже не можем дождаться первой встречи с вами. Уже чуть-чуть осталось. А, Олеся? Да. Завтра попробуем, как получится. Думаю, что всё будет хорошо. Кто-то с нами? Я уверена. Всем добрый вечер, Марок. Большое спасибо. Я очень сильно соскучилась. Я с таким удовольствием прослушивала всё твоё лекции. Мне кажется, я тысячу лет тебя не слышала, не видела. Жду вторую часть. Ну, а здесь огромное спасибо за твой фанатизм. Такой неподдельный интерес тому, что ты рассказываешь. Мне кажется, тебя надо просто тоже в музей, как фанат, попробовать. Поплывить своё дело, как не болеть. Потому что то, что ты делаешь и сделал, это бесценно. Антонна, вам большое спасибо за то, что продолжаете этот проект. И просто прям спасибо большое. Мы ждём, когда вы присоединитесь, когда освободитесь немного. Я понимаю, школа социализации занимает все силы. Но мы вас ждём тоже у нас. А у меня сразу... Леся, можно вопрос к тебе? Да, да. Вот просто у меня вот такой вопрос. Когда ты издашь книгу из этого, что ты пишешь на Фейсбуке? Вот просто это мне так нравится. Там это такие умные тексты, так полезные для всех. Так просто бери перо, пиши и издавай книгу. Надо. Да, да. А мы переведём с Марком на польский. Ну всё, хорошо. Ну серьёзно. Спасибо большое. Сделаем. Кто у нас ещё есть? Елена Катюха. Елена, вы первый раз у нас. Представьтесь немного, кто вы? Я из Клеваня, из Украины. Працюю вчителем початковых классов. У меня есть также дети слепые. Ось мне было очень интересно познакомиться с Мариком. Информация была заместительная и очень интересная. Я очень рада, что меня пригласили на вашу онлайн-конференцию. И буду ждать следующих встреч. Спасибо. Вот у меня следующий Вазимир или Вазмир. Мне сложно прочитать. Кто вы? Наверное, неправильно произношу. Человек не называет себя. Очень сложно. Анастасия. Анастасия, можете что-то сказать? Что для вас было сегодня интересно? Что ещё хотели бы? Пока не может. Оля Тютюник. Ольга, ты слышишь? Добрый вечер, Марек. Радом очередной с вами встречи. Я помню, пять лет назад мы с вами познакомились как раз у Валентины Антоновны в Харкове. Тогда вы рассказывали, презентовали историю тифлографики. И как всегда, вас слушать одно большое удовольствие. И я вообще очень сильно увлекаюсь историей. Много чего было непосредственно мне интересно, как человеку, которому всё, что касается истории. Мне понравилось, как вы описывали свою школу, в которой работаете. Мне видны были только краски, сочетание каких-то пятен, красок. До конца не могла понять. Спасибо за ваши комментарии. Очень понятно, очень насыщенно и представлялись все картинки. Очень чётко. Спасибо. Пётр Полищук. Добрый вечер. Всем очень понравилось тоже. Марикова уже слушаю не первый раз, но сегодня очень много он рассказывал про такие ноты. как делали это всё и как было учителя, директора и так далее. Очень интересно и тоже хотелось бы посмотреть и взять его в руки эти все приборы и так далее. Спасибо очень большое. Спасибо. Нина уже говорила, да? Мартина говорила. Так, кто? А, Светлана Пономаренко, пожалуйста. Ой, я только что зашла. Не получилось мне так... Я хочу, чтобы вы мне выслали эту запись. Хорошо. Не получилось. Я не смогла, зашла. Появился Лонгин, руководитель проекта по польско-украинским встречам. Лонгин, пожалуйста, я думаю, что все, кто ещё не высказался, они скажут то же самое, что было фантастически интересно и слушать, и видеть эти приборы, и как будто мы коснулись их. Поэтому мы предоставим слово вам, такое финальное, и, возможно, чтобы это было и для польских участников понятно, о чём у нас тут идёт речь. И я так поняла, у нас были участники из Армении, есть ли они сейчас, я не знаю, возможно, они уже вышли, но мы очень рады, что они присоединились к нам. Лонгин. Привет, добрый вечер. День добрый, добрый вечер. Я не появился так сразу уже, два часа немножко опоздаю. Очень рад и спасибо, что так много людей, так это упа захотела и послушать, и участвовать в этих занятиях. У меня только одно вопрос, и это к Маркову, когда мы можем в следующий раз приглашать всех и продолжать эти занятия? Знаете, можно через недельку, потому что у нас теперь в школе коронавирус, через недельку мы все закрыты, но последующего воскресенья мы закрыты как школа, так я отработаю дистанционно дома, так когда решите, так я готов. А это тоже вопрос для всех, эти сроки хорошие или так большинство со всех людей сказало, что в украинских времени, когда-то, в 18-е, нет, в 19-е, это может быть такая пора или не до конца? В принципе уже приходят все с работы. Понятно. У нас похожа. А как у нас еще не успевают доехать до дома? Да. А как у нас еще не успевают доехать до дома? Валентина, это главный координатор этой работы, этой группы людей. Неправда Лонген говорит. Проект польский. Лонген, смотри, мы уже в начале вышли многие за полчаса раньше и мы обсуждали здесь, что бы мы хотели услышать на этих встречах в дальнейшем. И Анна Фадеева из России, сама незрячая учитель, тифлопедагог, она подняла очень важную тему, она важна для всех, для нас, и я всегда, это болезненная тема, это физическое развитие незрячих детей. И физическое развитие именно начиная с раннего возраста. Понятно. Мы поднимали этот вопрос на наших встречах с Лессей Ивановной, но этого мало. И очень интересно было бы услышать опыт Польши по поводу физического развития детей раннего возраста, адаптивная физкультура, здесь поднимались вопросы и походка, и осанка, и жесты, и мимика, то есть формирование физической культуры был сделан акцент на том, что особенно сейчас в рамках инклюзии этот вопрос выпадает совершенно. Дети, которые находятся в инклюзивных классах, они просто сидят на скамейках, и не потому что учителя не хотят, а потому что они не понимают, что с ними вообще можно сделать. А сделать можно просто фантастические вещи. Если незрячие становятся олимпийскими чемпионами по дзюдо, по плаванию, по голболу, по каким-то другим видам спорта, если они могут кататься на велосипеде, почему происходит такая картина, что большинство выглядят незрячих не совсем презентабельно в физическом плане, потому что либо это лишний вес, малоподвижность, некрасивая походка, отсутствие жестов, отсутствие многих таких вещей, которые бы сделали их более успешными в обычном обществе. Я была в прошлом году... Даже в прошлом году... ...воспекали вот такие параллели, что вот есть два мира, есть мир зрячих, есть мир незрячих, и вот насколько они могут пересекаться или не пересекаться, или быть и сливаться вместе. То есть вот такие вопросы очень интересные поднимают наши слушатели, наши участники этих... Я помню, в прошлом году я была под впечатлением работы учителей физкультуры в одной со школ в Радуме. И там, я думаю, у них большой опыт работы с незрячими. Мы были бы очень рады, если бы мы могли привлечь... Думаю, можно с ними как-то попробовать договориться, чтобы они просто рассказали конкретно, что делать, как делать, какие упражнения. Ну, конкретно, может быть, с видео, может быть, с какими-то вот фотографиями, схемами. И, конечно, очень болезненный для нас вопрос — это развитие ориентировки в пространстве и мобильности, начиная тоже с маленького возраста. Сегодня у нас сейчас Венедиктова Марина Васильевна. В начале встречи она у нас была с нами, и она тоже готова присоединиться и поделиться своим опытом. Мы просто вздеваем. И не только в Радуме специалисты тоже сотрудничаем с... Две такие очень интересные. Они в Армене в прошлом году были. Визиты в Радуме я помню, насколько они доброжелательны и подельчивы. Абсолютно. Если только будет времени и возможность, будем приглашать людей из Радумя. Это не проблема, кроме времени. Думаю, что... И еще одна тема, это точно. Гося, если можешь сказать 31 в субботу, да? Да, да, да. Очень важная тема, в конце концов. Да. В 31 октября в субботу у нас произойдет встреча с сексологом. Замечусь. Спасибо. Мы еще, конечно, будем ссылку отправлять. Все подробности тогда только уточним. Поэтому я хочу обратиться ко всем участникам, чтобы анкеты, которые вы заполняете, присылаете к нам. Это не потому, что мы хотим какие-то лишние сведения собрать и нагрузить вас. Мы просто хотим составить такую программу, чтобы это было вам интересно, чтобы это было вам полезно. Поэтому не... Пишите просто обычных фраз. Хочу знать все, что касается воспитания незрячих детей. Ну, объять не объятно, это нереально. Вот какая и самая-самая такая вот тема вас волнует, чтобы... Потому что и проект-то будет, скорее всего, не бесконечный такой. Вот у нас он такой долгоиграющий. И то мы пока еще только по верхушечкам прошлись. Валентина Антоновна, мы с проекта в проект переплываем. Да, из одного в другой. Совершенно верно. Ну, вот у меня такая к вам большая просьба, что... Валентина Антоновна, можно сказать? Да, я вначале немножко опоздала на вашу дискуссию. Я когда заполняла свою анкету, я написала, что мне очень интересен вопрос профессиональной занятости. Потому что у нас в России сейчас это достаточно острая проблема стоит в связи с закрытием многих предприятий Российского общества слепых. У нас достаточно большая безработица среди незрячих. В нашем регионе еще меньше как-то, чем в других регионах. Есть регионы, где поголовно незрячие, но фактически не работают. И мне интересно очень, как эта проблема... Есть ли такая проблема, например, в Украине или в Польше? И как она решается вообще? Где и кем работают незрячие люди? Как они себе зарабатывают на жизнь? Как они самореализовываются в своей профессиональной деятельности? Действительно, очень острая проблема. Адаптация незрячих. Предприятия закрываются у нас везде и в Украине. И не все, но большинство в плачевном состоянии. Поэтому сейчас вопрос не на предприятиях, а на открытом рынке труда. Адаптация... Да, да, да. В Польше в Украине. ...на открытом рынке труда. Как ему адаптироваться? Как войти в общество? Если поднимаются вопросы о параллельности. А теперь надо совместный мир строить. Вот такие вопросы у нас, Лонгин. Это только начало вопросов. И еще такая третья, четвертая дела и проблема, не проблема. Мы очень тоже хотели приглашать вас, специалисты дорогие, из Украины, из России. Это тоже серьезная просьба и такой вопрос для всех, которые хотят и могут, извиняюсь за мой польский-российский, могут сделать какие-то лекции или занятия. Очень будет приятно. Либо в том, чтобы менять опыт. Мы за этим очень рады. Это синхронный перевод для польских участников. А то сегодня что-то некрасиво получилось, люди до конца и вот сейчас нас слушают. Мы только один понимаем, что такой гениус это бывает в мире. Если нужно перевод, да, у нас, к счастью, есть двух или трех, они тоже работают в этих обменах молодежи, украинских и российских. Они хорошие за этим. За этим не будет проблем, чтобы... Вообще нет проблем никаких. Да, да, счастье. Есть тоже Иван от вас. То, что Гося пригласила в этой встрече. Да, из Киева Иван. Он способен и на украинский, и на русский. Из русского, и с украинского, и на польский. Козлов. Есть наш польский переводчик с украинского и на украинский. Есть переводчица и учительница польского языка, польского и русского языка. Думаю, ну и мы тоже с Лонгином что-то сможем, если не нужно. Хорошо, Лонгин. Мы твое предложение услышали насчет участия наших кифлопедагогов, которым есть тоже с чем поделиться. Леся Ивановна так внимательно смотрит на нас. У нее столько, огромный опыт по дошкольникам и младшим школьникам. Если будет запрос на такие темы, Леся Ивановна присоединится. А Леся послужным детям может поделиться опытом. У них сейчас замечательный проект, и он, наверное, просто уже вошел в жизнь. О нем просто рассказать будет интересно всем. Это школа социализации, это онлайн-школа для очень сложных. Кто наблюдает за деятельностью Лесиного центра «Вачит и сердцем», они видят, насколько сложные дети находятся в этом центре, получают помощь. И как это организовано, было бы услышать Леся очень интересно и в рамках нашей школы. Потому что многие родители у детей со сложными нарушениями, они находятся в очень депутатичном состоянии. И им очень хочется услышать, возможно ли жизнь на Марсе. Да, Леся, тогда ты напишешь, когда ты сможешь презентовать ваши проекты, рассказать о них в рамках польско-украинских встреч. Я думаю, это будет интересно и польским участникам. Да, конечно. Я с удовольствием, поэтому не говорите «да», а я… С большим удовольствием очень хочется услышать, какие успехи, какие проблемы, как вы их решаете. Потому что я понимаю, что проблем очень много. Да, абсолютно, с удовольствием поделимся, расскажем. И вот хотелось бы истории успеха ваших ребят, пусть они будут, вот, заулыбался, начал доверять, почувствовал вкус жизни. Очень хочется. Тем более, что у вас огромный, как… У вас огромный опыт, и это очень важно. Придут люди послушать, придут, серьезно. Тогда мы будем завершать нашу конференцию. Спасибо всем огромное. Пишите, мы будем стараться ответить. Если есть вопросы, тоже пишите, потому что, ну, уже боюсь, что… Вам нужно бежать отдыхать и готовиться к завтрашнему дню, еще у нас рабочая неделя. Спасибо всем огромное. Вам большое спасибо. Спасибо большое. До свидания всем. До свидания. До свидания. Продолжение следует...